Данное видео состоит из четырех частей, или же, как здесь вот обозначено, четыре этапа. Первые три части — это необходимые части для того, чтобы более лучше понимать суть той темы, которую мы будем с вами разбирать. Это краткая история исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей». Затем это обзор карты, обзор значения терминов на карте, обзор значения координат и разбор понятий, связанных с кластерами. И, наконец, четвертая часть — это самая интересная часть, в которой мы будем с вами делать анализ данных на карте. Краткая история исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей». Недавно я нашел вот этот очень интересный сайт, который называется «World Values Survey», что в переводе на русский язык означает «Всемирный обзор мировых ценностей». Чем примечателен этот сайт, или чем он интересен? Он интересен тем, что он является исследовательским проектом. Над этим проектом работают практически все социологи по всему миру. Они изучают ценности, мировые ценности, и воздействие этих ценностей на общество, на человечество, на социальную и культурную жизнь общества. Информацию для исследования социологи получают посредством опросов. Опросы производятся практически в 70 странах мира. Спрашиваются представители всех слоев населения. Эти опросы имеют от 100 и больше вопросов. Причем затрагиваются практически все темы, в которых живет человечество. Это вопросы семейных отношений, воспитания детей, карьеры, работы, удовлетворения, личного счастья, отношения к власти, политика, религии, отношения к иностранцам и многие-многие другие аспекты жизни человека. Опрос проходит один раз в пять лет. Вся эта информация попадает к этим социологам, и они начинают анализировать и смотреть на состояние общества. Чем этот сайт будет нам с вами интересен и полезен? Он будет интересен и полезен тем, что когда мы с вами ознакомимся с некоторыми выводами и исследованиями этих социологов, мы сможем более лучше понять, в каком состоянии находится сейчас человечество и почему мы с вами так думаем, живем, к чему мы стремимся и что нас ждет впереди. Основатель этого и основатель и руководитель этого проекта, всемирный обзор ценностей, является вот этот вот человек. Роланд Франклин Инхард, американский социолог и политолог. Вот здесь его фотография, мы можем видеть. К сожалению, он уже умер в 2021 году. Проект «Всемирное исследование ценностей» стартовал в 1981 году, а в 1990 году Рональд стал его руководителем. Этот проект уже существует с 1981 года. Практически больше 40 лет они занимаются этими исследованиями. Вернемся к нашему сайту. Что на этом сайте мы можем увидеть интересного? На этом сайте самое ценное является то, что Рональд разработал диаграмму или карту, в которой отобразил результаты опросов. Здесь вот идет описание этой диаграммы, а вот и сама диаграмма. Сейчас мы ее увеличим. Я эту диаграмму или карту скачал и немножко адаптировал. Перевел на русский язык некоторые термины и более комфортно ее расположил, чтобы мы с вами ее могли подробнее изучить. Результаты опросов, проводимые социологами, Рональд свел к основным четырем пунктам. Это ценности выживания и ценности самовыражения, которые измеряются здесь нижней осью координат, а также светско-рациональные ценности и традиционные ценности. Они измеряются вертикальной осью координат. Разберем более подробно значение этих терминов. Традиционные ценности — это система взглядов, которые идут из древности и которые сложились в каждой стране под воздействием религии, культурно-политических процессов. Светско-рациональные ценности — это самостоятельная независимая система взглядов, которая была сформулирована философами и политиками левых течений, демократами и социалистами. Традиционные ценности включают в себя уважительное отношение к авторитету Бога, к религии. Поэтому присутствуют моральные ценности, которые сформированы законами, описанными в священных писаниях. В светско-рациональных ценностях присутствуют моральные ценности, которые сформированы путем рациональных и эмпирических исследований. Поэтому эти ценности в большинстве своем отрицают религиозные ценности, уделяют меньше внимания религии и веры в Бога. Следующий интересный момент в традиционных ценностях — это сексуальные нормы, которые основаны на текстах священных писаниях. Эти нормы или ценности включают в себя осуждение секса до брака, осуждение развод, измену супругу, запрещение однополых браков, запрещение аборта. В то же время в светско-рациональных ценностях присутствуют альтернативные сексуальные нормы. Секс до брака позволяется, позволяется и развод, и однополые браки, аборт считается относительно приемлемым. Большое значение в традиционных ценностях имеет авторитет семьи. Главной целью жизни людей становится заставить своих родителей гордиться ими. И надо всегда любить и уважать своих родителей, независимо от того, как они себя ведут. И наоборот, родители должны делать все возможное для своих детей, даже ценой собственного благополучия. Идеализируются большие семьи, крепкий брак. В светско-рациональных ценностях ценность семьи приобретает второстепенное значение. Крепкая семья все больше и больше теряет свою ценность и значение. Заменяется свободными отношениями. Концентрируется внимание не на уважении к родителям и послушании им, а на самом ребенке. Ребенка стимулирует проявлять себя так, как он хочет, как он чувствует. Авторитет власти имеет такое же большое значение, как и авторитет семьи в традиционных ценностях. Стимулируется уважение к институту власти. Не поощряется критика и осуждение тех, кто начальствует. В светско-рациональных ценностях авторитет власти теряет свою ценность. Позволяет сокритиковать, осуждать власть, выражать ей протест. Люди все чаще подписывают петиции, протестуя против власти, против каких-то решений власти, с чем-то они не согласны. И принимают участие в демонстрациях и бойкотах. Естественно, это не доходит до революции. Тем не менее, в светско-рациональных ценностях присутствует вот такая вот ценность не соглашаться с властью, выражать протест, осуждение и бойкотировать. В традиционных ценностях жизнь человека имеет большую ценность, поэтому очень жестко осуждается самоубийство или эвтаназия. Человек не имеет права лишать себя жизни. В светско-рациональных ценностях физическая жизнь человека уже не имеет такой глобальной ценности, поэтому право жить или умереть остается за самим человеком. Суицид и эвтаназия считаются относительно приемлемым. По нижней шкале у нас с вами ценности выживания и ценности самовыражения. Давайте более подробнее рассмотрим их. Мне не до конца понятно, почему Рональд Инхлард дал такие названия — ценности выживания и ценности самовыражения. Анализируя то, что имеет под этими терминами Рональд Инхлард, становится понятно, что под ценностями выживания имеется в виду коллективизм, а под ценностями самовыражения имеется в виду индивидуализм. Коллективизм и индивидуализм — это два социологических термина, которые социологи применяют для того, чтобы обозначить определенные общественные группы. Но вернемся к диаграмме Рональда Инхларда и посмотрим, что имеется в виду под ценностями выживания и ценностями самовыражения. Ценности выживания включают в себя такую ценность, как коллектив, главенство интересов коллектива, семьи, нации, страны. Например, в интересах нации не одобряется этническое разнообразие, поэтому ограничивают права иностранцев в обществе. Для сохранения ценностей семьи не одобряются также культурные изменения, которые протекают в разных частях мира. Поэтому проявляется нетерпимость геям, другим чуждым группам. Давайте теперь сопоставим это с ценностями самовыражения. Если в ценностях выживания главенство интересов коллектива имеет первостепенное значение, то в ценностях самовыражения первостепенное значение имеет личность и личная независимость этой личности. И раз свобода личности имеет такое большое значение, первостепенное значение, отсюда происходит и толерантность к иностранцам, толерантность к геям, лесбиянкам, к гендерному равенству. В обществе начинают появляться различные социальные свободы. В обществе устанавливаются и расширяются права женщин, защищаются права сексуальных меньшинств. Ценности выживания включают в себя такой интересный принцип, как добровольное подчинение своих интересов интересам общества. Это проявляется в обществе в осознанном, добровольном подчинении личных интересов общественным интересам, в готовности к взаимодействию и взаимопомощи, во взаимопонимании, доброжелательности, тактичности и интересе к проблемам и нуждам друг друга. В то же самое время в ценностях самовыражения этот принцип приобретает совершенно обратное значение. У каждой личности становятся на первом месте ее личные цели, а общественные или коллективные остаются на заднем плане. Человек во внимание принимает свою только точку зрения и подчас игнорирует общественное мнение. Отсюда и несоответствие личных и общественных целей. Следующий интересный момент в ценностях выживания. Несмотря на то, что личность добровольно подчиняет свои интересы интересам общества, все же эта личность сохраняет свои интересы в некоторой степени. В обществах, где доминируют ценности выживания, не требуется полного подчинения интересов личности интересам коллектива. В разных культурах ориентация на коллектив требуется в разном объеме. При этом ни в одной культуре не требуется полного подчинения интересов личности интересам коллектива. В ценностях самовыражения, несмотря на то, что личность на первое место ставит свои интересы, в первую очередь старается их исполнить, все же эта личность не может игнорировать некоторые интересы коллектива или общества, в котором она живет. Индивидуум всегда является членом разных социальных групп или организаций и в высокой степени автономен от них, тем не менее не может полностью игнорировать интересы коллектива. На системе координат Рональд установил ноль посредине, и ноль обозначает баланс ценностей в обществе. Другими словами, 50% традиционных ценностей присутствует и 50% светско-рациональных ценностей. Отрицательная шкала указывает на то, что общество тяготеет больше к традициональным ценностям или ценностям выживания, как здесь мы видим на этой шкале. Положительные значения указывают на то, что общество тяготеет больше к светско-рациональным ценностям, а в нижней скале к ценностям самовыражения. Далее, Рональд также распределил страны по кластерам. Эти кластеры он выделил разными цветами. Кластер указывает, какой культурно-исторической традиции принадлежит определенная страна. Рональд считал, что некоторые религиозные традиции имеют большое влияние на страны, в которых эти традиции были. И он объединил эти страны, допустим, как здесь, православная Европа, то есть традиция православия, или учение Конфуция, конфусианство, католическая Европа или протестантская Европа. И ниже мы с вами видим страны, которые связаны с исламскими традициями, с древностью. Некоторые страны он объединил тем, что в них доминируют колониальные традиции. Допустим, вот как здесь Латинская Америка. Это бывшие колонии Португалии и Испании. Или же англоязычные страны объединены одним языком. Так, бывшие колонии Англии. Рональд Инхард при составлении карты и при анализе данных выделяет определенные ценности, которые претерпевают изменения в современном мире. Среди этих ценностей, которые затрагивает Рональд, я выделил пять ценностей, которые, на мой взгляд, являются интересные, и рассмотрел их более подробнее. По каждой такой культурной ценности я создал отдельный ролик с подробным анализом диаграммы Рональда Инхарта. Первое – это отношение к авторитету Бога. Второе – это изменение института брака. Третье – это связано с воспитанием детей, точнее, с той частью воспитания, в которой применяются наказания. Четвертое – легализация ЛГБТ или же изменение сексуальных норм. И пятое – это легализация эвтаназии. В описании под видео находятся ссылки на данный ролик, пройдя по которым вы можете продолжить просмотр этой темы.